За последние несколько десятилетий мы встречали огромное количество художественных, документальных фильмов и телепередач о клинической смерти. Так, например, в фильме 2014 года «Небеса существуют» рассказывается история о молодом человеке, который сообщил своим родителям о том, что он во время хирургической операции побывал по ту сторону смерти. Были также и книги. Например, книга «Свидетельство о жизни после смерти» Эбона Александра. В ней автор описывает состояние клинической смерти, в которой он сам пребывал, когда лежал в течение двух недель в коме из-за Менингита. Вторая книга «На небеса и обратно на землю» автор Мэри Эс Нилл. Она сама была в состоянии клинической смерти вследствие несчастного случая во время путешествия на Байдарке. Рассказы этих авторов похожи на десятки, если не сотни других свидетельств и тысячи интервью с теми, кто побывал в состоянии клинической смерти за последние 20 лет. Эти люди сами себя называют словом «свидетели», хотя в разных культурах на клиническую смерть смотрят по-разному. Все эти рассказы свидетелей по большому счету очень похожи. Так что же ждет нас за гранью жизни? Именно об этом сегодняшнее видео. Тщательнее всего изучены свидетельства клинической смерти в западной культуре. Во многих из этих историй описываются схожие случаи. Человек освобождается от тела и наблюдает за тем, как вокруг него суетятся врачи. В других свидетельствах пациент зачарованно любуется потусторонним миром, видит на своем пути духовных существ, некоторые пациенты называют их ангелами или бесами, и погружаются в атмосферу любви, вспоминают какие-то эпизоды из своей жизни, сливаются с мирозданием, испытывают чувства всепоглощающей и сверхъестественной любви. Однако, в конце концов, свидетели-пациенты вынуждены с неохотой возвращаться обратно из волшебного потустороннего царства в бренное тело. Многие из них не считали свое состояние сном и галлюцинацией. Вместо этого они подчас заявляли, что находились в состоянии более реальном, чем настоящая жизнь. После этого их взгляд на жизнь радикально изменился. Причем настолько, что им было сложно адаптироваться к обычной жизни. Некоторые меняли работу и даже разводились с супругами. Со временем накопился достаточный объем литературы, занимающейся исследованием феномена клинической смерти. Среди причин клинической смерти называют кислородное голодание, несовершенство методик анестезии, а также нейрохимические процессы, возникшие в качестве реакции на травматическое воздействие. Однако те, кто пережили клиническую смерть, отбрасывают такие чисто физиологические объяснения, как неадекватные. Поскольку условия, при которых происходила клиническая смерть, сильно различаются, то объяснить с их помощью все разнообразные проявления клинической смерти не представляется возможным. Недавно вышла книга двух врачей – Сэма Парнии и Пима Ван Ламеля. Они опираются на статьи, помещенные в солидных журналах, в которых авторы на основе экспериментальных данных пытаются досконально разобраться с вопросом о природе клинической смерти. Парния вместе с коллегами опубликовал результаты одного из недавно проведенных исследований, в котором описывается более двух тысяч свидетельств пациентов, побывавших в реанимации после остановки сердца. Такие авторы, как Мэри Нил и Эбен Александр, в своих книгах рассказали о том, что им пришлось наблюдать, пребывая в состоянии клинической смерти, и представили это таинственное состояние в новом свете. Так Мэри Нил, будучи самоврачом, за несколько лет до этого переживания занимала должность начальника отделения спинно-мозговой хирургии в Университете Южной Калифорнии. В настоящее время она занимается частной практикой. Эбен Александр – нейрохирург, занимался преподавательской деятельностью и проводил операции в престижных клиниках и медицинских учебных заведениях. Именно Александр повысил, так сказать, научные ставки. Он изучил свою историю болезни и пришел к следующему выводу. Пребывая в состоянии клинической смерти, он находился в глубокой коме, а его мозг был полностью отключен. Поэтому объяснить его чувственный опыт можно лишь тем, что его душа полностью вышла из тела и приготовилась к путешествию в потустороннем мире. Кроме того, нужно принять, что ангелы, бог и потусторонний мир столь же реальны, как и окружающий нас мир. Александр не стал публиковать свои выводы в медицинских журналах, и вот уже в 2013 году появилась в журнале Esquire статья расследования, в которой автор отчасти усомнился в некоторых выводах Александра. Конечно, есть и скептики в этом вопросе, но даже самые ярые из них, как правило, не считают, что люди, пережившие клиническую смерть, все выдумали. Не спорим, может быть, кто-то из пациентов действительно что-то нафантазировал. Однако все равно нельзя отмахиваться от всех имеющихся у нас свидетельств, поскольку их достаточно много и они хорошо задокументированы. Кроме того, сложно игнорировать показания признанных специалистов в области медицины. В самом феномене клинической смерти есть нечто таинственное, делающее это явление привлекательным объектом для научных исследований. Более того, непрерывно совершенствуется медицинская техника, позволяющая откачать пациента, вытащив его из объятий смерти. Современная медицина уже научилась возвращать человека с того света, после того, как он провел там несколько часов, скажем, пролежал в снегу или захлебнулся. Правда, иногда врачам приходится намеренно вводить пациента в состоянии клинической смерти для того, чтобы проводить очень сложные операции. С этой целью применяют анестезию и останавливают работу сердца пациента. Так, например, недавно с помощью подобной методики хирурги стали оперировать пациентов, перенесших тяжелые травмы, держа их между жизнью и смертью, вплоть до окончания хирургического вмешательства. Таким образом, клиническая смерть является, наверное, единственным в своем роде видом духовного опыта, который можно тщательно исследовать с помощью науки и тем самым проверить утверждения древних, которые утверждали, что человек больше, чем плоть. Можно будет глубже понять работу сознания одной из величайших тайн нашего мира, и этого не станут отрицать даже самые закоренелые материалисты. Интересно вот что. Многие люди и через несколько лет совсем не осознают, что находились в состоянии клинической смерти. Пациенты начинают осознавать это только после того, как обратят внимание на последствия этого. Например, такие, как повышенная восприимчивость к свету, звукам и определенным химическим веществам. Повышенные, подчас чрезмерно, внимательность и щедрость, неумение правильно распоряжаться своим временем и финансами, проявление безусловной любви по отношению к близким и друзьям, а также странное воздействие на электрическое оборудование. Так, например, на одной из конференций, где собрались 400 человек, побывавших в состоянии клинической смерти, компьютерная система в отеле, где происходила конференция, вдруг вышла из строя. Письменные свидетельства о клинической смерти или состоянии, похожем на нее, появляются, по мнению одних ученых, уже в Средневековье, а по мнению других – еще во времена античности. Совсем недавно медицинский журнал «Реанимация» сообщил, что впервые клиническая смерть была описана в XVIII столетии неким французским военным врачом. Однако в наше время серьезный интерес к изучению клинической смерти возник лишь в 1975 году, после того, как Рэймонд Моуди-младший опубликовал свою знаменитую книгу «Жизнь после жизни», в которой приводится свидетельство 50 человек. После появления книги Моуди, будто из рога изобилия, хлынул целый поток других свидетельств. О них стали говорить повсюду и на телешоу, и в прессе. Появилось даже небольшое сообщество единомышленников, объединяющее психиатров, психологов, кардиологов и прочих специалистов. Все они согласились с Моуди, который утверждал, что сознание, можете называть это словом «душа» или «дух», способно существовать в некоторой нематериальной форме отдельно от мозга, но во взаимосвязи с ним, о чем и свидетельствует феномен клинической смерти. Ведущие члены этого сообщества ученых подолгу работали в престижных университетах и больницах. Они внимательно рецензируют книги друг друга и дискутируют о сущности духовности и природе сознания. Интересный момент. Может оказаться и так, что люди, для которых состояние клинической смерти предстает негативно окрашенным, сопровождаясь фобиями и страхами, совсем не спешат об этом рассказывать, в отличие от тех, у кого воспоминания об этом состоянии окрашены позитивно. Один из аргументов в пользу того, что клиническая смерть вовсе не является галлюцинацией, которую испытывает угасающий разум, заключается в следующем. Во многих свидетельствах содержатся схожие детали. Примечательно, что отрицательно окрашенные воспоминания составляют 23% из всех. На эти случаи специалисты обращают гораздо меньше внимания, а в книгах, судя по всему, такие случаи вообще не рассматриваются. Поскольку многие свидетельства клинической смерти были зафиксированы письменно лишь через несколько лет после ее наступления, то они сами во себе могут оказаться под вопросом. Было опубликовано около десятка перспективных работ, причем только за последние годы сразу несколько исследований. В них ученые старались как можно быстрее опросить каждого из пациентов, находившихся в состоянии клинической смерти. Пациентам были заданы вопросы о том, каковы были их ощущения в тот момент, когда врачи пытались выводить их из кома. Если они сообщали что-нибудь необычное, то ученые начинали тщательно изучать их историю болезни, а также спрашивать лечащих врачей, пытаясь тем самым объяснить их видение и показать, что мозг пациента действительно был в течение некоторого времени отключен. Так каким же образом люди воспринимали этот опыт? Друзья, напишите свое мнение по этому поводу в комментариях. Также поставьте пальцы вверх, если тема интересная, и поделитесь этим видео со своими единомышленниками. Также подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok